Косят траву, чтобы сжечь. За последние двое суток сотрудники главной инспекции по чрезвычайным ситуациям потушили почти 100 очагов возгорания сухостоя. И в 60 с лишним процентах случаев виновниками стали представители сельхоздеятельности, которые сезонно избавляются от отходов после сбора урожая. Этот привет из седой старины явно не одобряют рационально мыслящие фермеры. По их мнению, это просто расточительство. Ведь после жуткой засухи даже такие отходы могут стать дополнением к фуражу, которого в этом году просто кот наплакал. Основная причина, по которой горит сухая растительность у нас в стране, это люди сжигают мусор, поджигают траву, чтобы не убирать. То есть человеческий фактор является основной причиной. По информации территориальных подразделений, пламя уничтожило несколько гектаров сухой травы и мусора в районах Единиц, Трошины, Теленешты, Рыжкань, Кагул, Еловень, Сорока, Лёва. Первый случай произошел на сельскохозяйственной земле в Манта, где в результате пожара пострадали 30 гектаров стерни и 5 гектаров кукурузы. Чаще всего, когда мы приезжаем, те люди, которые виновны в том, чтобы в возникновении пожара, их чаще всего не бывает уже на месте. Они где-то кто-то поджигает, уже видит, когда ситуация выходит из-под контроля. Чаще всего люди просто уходят. Хорошо еще, если они позвонили на 112 и сообщили, что есть такая проблема. Фермеры возмущаются. Кормить скот и так нечем. Лучше бы отдали кому-то, у кого есть рогатый питомец. Кроме того, слишком велика вероятность, что пожар разойдется и попадет на чужие угодья. И так пострадавшие от засухи. Для корма скотину сжигать не обязательно сжигать, потому что можно измельчить и оставить как удобрение. Легче всего, потому что, чтобы все это измельчать, нужно платить. Вы знаете, как у нас проблемы с деньгами. И вот поэтому сжигают. Только это неправильно. Потому что, если не дооценил ситуацию, может сгореть все поле. Вот сколько здесь. В контексте последних событий сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям просят следовать хотя бы минимальной технике безопасности. Мусор должен складироваться в определенном месте. Если идет речь о сухой растительности, не разводить костры непосредственной близости. Если речь идет о культурах, которые, пассивные культуры, должны быть противопожарные разрывы. То есть, если оно, часть загорится, чтобы не перекинулось на соседние поля. Каждый вызов на сухую растительность, как я уже говорил, он энергозатратный. Очень часто бывает, что просто из-за человеческой какой-то ошибки, из-за несоблюдения каких-то мер мы выезжаем и тушим пожары. А в этот момент происходит действительно какой-то серьезный пожар или авария, где нужна помощь намного сильнее нашей службы. И выезжают другие ребята с других районов. То есть, это каждая минута, понимаете, что может повлиять на человеческую жизнь. В этом году генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям получил более 1200 обращений по случаю возгорания сухой растительности, что равняется трем выездам полного комплекта спасательной техники в день.